Здравствуйте! В эфире события. В студии Олег Зверев. Мы работаем в прямом эфире. И вот главная тема выпуска. Познакомились с Ладой. Большая экскурсия на автозавод для участников гонки за X-Ray. Манту или жизнь. Мнение специалистов о ранней диагностике детского туберкулеза. Ударили автопробегом. По городским улицам проехала акция «Самара без ДТП». Новый год к нам мчится. В канун торжества «Самара» украсит праздничной иллюминацией. Какое море самое соленое и какова широта полярного круга. Самарцы вместе со всей страной написали географический диктант. Продажи автомобилей «Лада» в октябре выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на общие падения авторынка. На «Автоваде» считают, что это благодаря новым моделям «Веста» и «Х-Ray». Причем «Веста» – пятерки самых продаваемых машин в России. Об этом рассказали во время экскурсии по заводу, на которую пригласили 20 победителей специальной акции. О перспективах тольяттинской марки расскажет Марина Кравцова. «Лада» уже не та. «Вазовские авто» вышли на новый уровень. Масштабы производства поражают. Оснащение цехов, оборудование и слаженная работа сотрудников – все на высшем уровне. 20 счастливчикам со всей страны показали, как производят двигатели, линии сварки и сборки автомобилей на платформе «Б-0». Как раз здесь и делают городской кроссовер «Х-Ray». Они посмотрели производственные площадки, как собираются наши автомобили, как изменился «Автоваз» за последние несколько лет, насколько более современные технологии производства сегодня мы применяем. Один из новых флагманов «Ваза» – «Х-Ray» – обрастает дополнительными опциями. Он получил 17-дюймовые колеса с шумоизолирующими подкрылками, функцию отключения системы контроля устойчивости и антипробуксовочной системы. Новые стилевые решения в интерьере. Популярность моделей «Веста» и «Х-Ray» стремительно растет. И не случайно именно яркий кроссовер стал главным призом специальной акции завода. В новой акции «Автоваза» принимали участие более 20 тысяч человек из самых разных уголков России. Ничего особенного им делать не пришлось. Необходимо было просто заполнить заявку на сайте, взять на тест-драйв любой автомобиль «Автоваза» и написать свой отзыв. Победителя выбирали случайным образом. Именно ему и достанется главный приз – автомобиль «Х-Ray» в максимальной комплектации уникального цвета «Сердолик». Ключи от новенького авто победитель Михаил Яковлев из Оренбурга получил из рук президента компании Николя Мора. Михаил за рулем три года, с вазовскими машинами хорошо знаком. Об «Х-Ray» мечтал. Его и брал на тест-драйв. В автомобиль буквально влюбился. Разница колоссальная, конечно. Это большой шаг вперед. Мне кажется, достойные конкуренты иномаркам. За такую цену, мне кажется, по качеству ничем уступать не будет. Поэтому это шикарный выбор. «Вы имели возможность убедиться, что новые автомобили «Лада» действительно очень современные и надежные. Все ваши рекомендации, которые вы сегодня сделаете, мы будем использовать при разработке новых автомобилей. И надеюсь, в ближайшем будущем весь модельный ряд «Лада» будет переработан в соответствии с вашими пожеланиями». В ноябре проходит второй этап акции «Познакомься с «Лада». Условия участия и призы остались прежними. А завод продолжает модернизировать модельный ряд. К производству готовится «Веста-эксклюзив» с кожаной обивкой сидений и руля, подсветкой салона в ногах пассажира и водителя, хромированными молдингами на дверях. А во второй половине следующего года на дорогах должны появиться «Веста» в кузове «Универсал» и вседорожная кросс-версия. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. А эти автомобили выехали на улицы города ради снижения травматизма. Автопробег под девизом «Самара без ДТП» состоялся при соблюдении всех правил дорожного движения. А организовали его ко Всемирному дню памяти жертв происшествия на дорогах. К призывам за безопасное вождение присоединился и Андрей Горгуленко. Кортеж из 20 машин. Сотрудники ГАИ, активисты движения ночной патрули, волонтеры. Длинные автоколонны исследуют через весь город. Специальный маршрут по основным магистралям города, чтобы на слоган «Самара без ДТП» обратили внимание все. Участники автопробега останавливаются в местах самых резонансных аварий. Здесь, на овраге подпольщиков, в декабре 2015 года пьяный мужчина, возвращаясь с корпоратива, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с такси. У погибшего таксиста дома осталось трое детей. На остановках у знака «Здесь погибли люди» активисты возлагают цветы и поминают погибших минуты молчания. Главная причина этих аварий – пьяные за рулем. Именно с ними и борются участники движения «Ночной патруль». За полтора года они остановили более 400 нетрезвых водителей. «Нередко бывает, что активисты пытаются человека остановить, то есть намекаемо на том, что, наверное, не стоит в таком состоянии ехать. Но, как правило, человек пьяный, который уже решил сесть за рулем, он уже будет, поедет дальше. Но в этот момент его сотрудники полиции уже задерживают и, соответственно, привлекают его по всей строгости закону». Пьяные водители – лишь один пункт неутешительной статистики. За 10 месяцев 2016 года на дорогах региона произошло 3125 ДТП. В них погибли 357 человек, среди которых 9 детей. И более 4000 получили травмы. «Какие-либо мероприятия, которые направлены на сохранение жизни, мы не проводили. В том числе это фотоидексация, нарушение автоматическое. Это какие-то мероприятия организационные, это технические мероприятия. В любом случае, основное зависит от самосознания человека. И наибольшая проблема – это сменить самосознание». Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. В Самаре этот день провели с большим масштабом. Автопробег финишировал на площади Куйбышева, где работали интерактивные площадки. Жители города смогли увидеть концерт, фильмы о безопасности за рулем и показательную операцию МЧС. Желающие могли издать кровь в мобильном пункте переливания. А завершился день флешмобом. Собравшиеся запустили в небо воздушные шары. Память жертв ДТП. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Опасность, которой можно избежать. Медики призывают самарских родителей защитить детей от туберкулеза. Прививка – самый надежный способ. Кроме того, раз в год каждый должен пройти флюорографию. Тем более, что в наше время, когда побежденный вроде бы недуг, вновь становится социальным заболеванием. Так, в прошлом году у 41-го ребенка до 15 лет был диагностирован туберкулез. Что делать, чтобы отвести беду, узнала Мариана Мирная. От шести месяцев до двух лет курс лечения от туберкулеза. Заразная болезнь, вызываемая особым микробом палочкой Коха и поражающая легкие, а также кости сустава и кишечник, все еще часто встречается в России. Хотя в последние годы медицина шагнула вперед, и на учет с каждым годом встают все меньше людей. Нам настолько удалось найти правильный путь, именно по алгоритмам обследования, проведения прививок, по национальному календарю, что просто родителям нужно понимать, ребенок должен остаться здоровым. Это его самое главное право. Право быть здоровым. И все выполнять, что требуется. В 2015 году диагноз туберкулез был поставлен 2000 людей в Самарской области. 61 не достиг совершеннолетия. По сравнению с 2010 годом цифры сократились в разы. Тем не менее, все еще остаются родители, которые отказываются делать ребенку пробу МАНТУ, подвергая малыша риску заражения. Сейчас у нас очень доступно. Это все бесплатно. Это все в шаговой доступности в любой поликлинике. И флюорографические, рентгеноборудование очень хорошее в области. То есть та, которая позволяет диагностику ставить очень на родних статях, очень быстро. И не ждем мы неделю или месяц, пока будет готов результат. Так же, как и МАНТУ реакция или диаскин-тест. Это 72 часа, и все уже понятно. Профилактика туберкулеза довольно проста. Это отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни. Но в первую очередь регулярная флюорография у взрослых и МАНТУ у детей. Процедуру следует проходить раз в год. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. До Нового года еще почти полтора месяца. А в Самаре уже начали подготовку к торжествам. Центральные улицы начали украшать цветовыми фонтанами. А главную городскую елку обещают установить уже через неделю. Детали грядущего праздника изучила Марина Матвейшина. Скоро все случится. Новогодняя афиша будет готова к 1 декабря. Город уже вовсю готовится к торжествам. Запланировано более тысячи различных праздничных мероприятий. Утренники, концерты, спектакли, выставки и соревнования. А также главная городская елка для детей 20 декабря в Доме офицеров. И новогодняя ночь на площади Куйбышева. Будет весело и интересно, обещают у городской администрации. А детям еще и сладко. Каждому ребенку до 16 лет полагается новогодний подарок. Мы также, как и в прошлом году, вручаем детям только один подарок. Это подарок от Самарской области. От губернатора, так сказать, и от нас в том числе. Мы делаем подарки для специальных наших елок, для городских. То есть вот городская елка главы, елка для детей-инвалидов, елка для школьных активистов. У нас они будут. Уже сейчас город облачают в праздничный наряд. Устанавливают постаменты для световых фонтанов, проверяют и готовят иллюминацию. Тысячи огоньков и фонариков. Через неделю на площади Куйбышева начнут устанавливать главную елку. Вокруг нее расположится ледовый городок из 10 фигур, а по бокам два катка. Кроме того, нарядные елки будут в каждом районе города. Всего 34 комплекса. Чтобы горожане смогли насладиться праздниками в полной мере, городские власти настроены на это время об отдыхе забыть. Теперь ответственны на все новогодние праздники. Первые лица требования главы – все на местах, никто никуда не уезжает. Уже сейчас прорабатывают вопрос безопасности во время торжеств. И делают все, чтобы коммунальные проблемы не омрачили праздничное настроение. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Еще одним барьером становится меньше. Самарские перекрестки оборудуют звуковыми приставками для слабовидящих. Уже больше трети всех светофоров теперь подают еще и сигналы на слух. Где еще переходить дорогу с белой тростью стало безопаснее, знает Андрей Горгуленко. Теперь Юрий Зубрилов сложный перекресток на проспекте Ленина проходит уверенно. Новые звуковые приставки сделали переход гораздо проще. А раньше на него приходилось тратить немало времени. Если нет светофора, приходится ждать, послушать. Машины если встали, тогда можно идти. Но теряется время какое-то и иногда не успеваешь. А здесь вот при помощи светофора можно сразу начать движение. И еще когда он звучит на противоположной стороне, на слух можно определить направление точнее. Но удобство для слабовидящих иногда создает дискомфорт для других граждан. Жители соседних светофору домов жалуются, что ночью сигналы мешают спать. Коммунальщики этот недостаток устраняют установкой современных звуковых приставок. Если светофорный объект расположен непосредственно в жилой застройке, то в ночное время возникают проблемы с жалобами жителей. Современные приставки принципиально работают от контрольного светофора, которые позволяют в случае уже крайней необходимости в ночное время звук отключать. В Самаре функционирует 275 светофоров, более трети уже оснащены звуковыми сигналами. В этом году еще 15 светофоров войдут в этот список. Завершить работы по установке собираются до конца ноября. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. И коротко о других темах дня. Двух жителей Самары будут судить в Савеловском суде Москвы за угон раритетного автомобиля «Чайка», принадлежавшего генпрокуратуре. Напомним, в начале июня на улице Кожевнической полицейские остановили автомобиль «Чайка» с чрезмерно тонированными стеклами. Во время проверки документов у водителя пассажир перебрался в водительское кресло и попытался скрыться с места происшествия, грубо нарушая ПДД. Он был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо «Чайки». Впоследствии выяснилось, что машина числится на балансе генпрокуратуры и была угнана из автосервиса, где проходило техобслуживание. В ночном клубе на Волжском проспекте произошла стрельба. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В итоге один из них был ранен в ногу. В настоящее время злоумышленник задержан, потерпевший госпитализирован. Угрозы для его жизни нет. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опубликован список адресов в Самаре, где из-за ремонта водоснабжения запланировано отключение холодной воды. В ночь на 22 ноября без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Карла Маркса и 22-го партсъезда. С 9 часов утра по Южному проезду, Измайловскому и Можайскому переукам и улице Бобруйской. Также воды не будет в Зубчининовке. А 23 ноября ее отключат на улице Красноармейской и Льва Толстого. В Самарской области больше всего детей рождается в июле, сообщает Самарстат. За последние 15 лет в регионе рождаемость увеличилась на 60%. При этом мальчика в губернии появляется на свет чуть больше девочек. В возрасте до 17 лет на 1000 мальчиков приходится 941 девочка. 21 ноября в Самаре по области температура воздуха ночью может достигнуть минус 20 градусов. Как сообщает Приволжская УГМС, аномально холодная погода продержится до 23 ноября. Ночью в эти дни ожидается до минус 15 градусов. По прогнозам синоптиков, днем будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха от минус 7 до минус 9 градусов. Приток Волги, на берегах которого родились Илья Мурмит и Сергей Есенин. Этот вопрос больше всех понравился самарцам. Вместе со всей страной они написали географический диктант. 30 вопросов и 45 минут на раздумье, причем разрабатывали задания ученые МГУ. Из 1700 площадок, где можно было блеснуть знаниями, 68 было в Самаре. Причем одна из них в спорткомплексе ЦСКА ВВС. Валерия Макарова тоже проверила эрудицию. Фехтовальный зал спорткомплекса Старозагора превратился в класс географии. 130 желающих проверить свои знания пришли на самарскую площадку Центрального спортивного клуба «Армия». Организаторы географического диктанта на такой ажиотаж не рассчитывали. Пришлось срочно искать дополнительные скамейки. Вопрос номер 6. Выберите из списка объект с наибольшей соленостью воды. А. Каспийское море Б. Карское море В. Озеро Эльтон Г. Озеро Ими Вопросы, конечно, нелегкие, признается дзюдоистка Кристина Румянцева. Она благодаря соревнованиям объездила полмира. Спортивный опыт помог и сегодня. Так, горский народ Кавказа, живущий на юге Дагестана и известный своими танцами, Кристина назвала без раздумий. Там что-то со школы помнишь, что-то сейчас уже там, например, лесгины, там у нас просто в сборной много дегестанцев, поэтому. Покатались и по миру, и по России, но знаете, Россия такая страна большая, что столько лет, сколько мы ездим, мы еще даже всю Россию не объездили. Что уж говорить о мире. Здесь географический диктант пишут военнослужащие, спортивные роты, юнормейцы, самарские звезды ЦСКА и их наставники. Как настоящие спортсмены, они и здесь соблюдают принцип честной игры. Никаких телефонов и интернета друг у друга не списывают, хотя и советуются. Я сидел рядом с юнормейцами и с военнослужащими, ну у меня очень хорошее впечатление. Ребята обменивались мнениями, спрашивали, но я думаю, что вот это вот живое общение, вот эти вопросы, они вызвали у них живой интерес к своей стране. Максимальная оценка за диктант 100 баллов. Итоги будут известны в конце ноября. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Держат напряжение на высоте. 75-летие отмечает старейшее производственное отделение Самарского филиала МРСК «Волги». На торжественном собрании вспоминали, с чего начиналось предприятие, поздравляли ветеранов и награждали лучших сотрудников. За плечами Анатолия Медведько почти полвека работы с электросетями. За эти годы, вспоминает ветеран, бывало всякое. Когда подключали подстанцию Куйбышевскую, работали круглые сутки, почти не отдыхая. И спали по мере возможности на ходу. Можешь сесть на окошечко, покемарить, а другой вдруг посмотрит за тобой. Потому что, когда возникнет твоя обязанность тут быть на месте, ты здесь. Такова все-таки наша обязанность справляться с этим. В честь 75-летия Самарского производственного отделения филиала МРСК «Волги» Анатолия Медведько и других ветеранов вместе с самыми выдающимися сотрудниками компании награждали почетными грамотами и благодарственными письмами. С высоким напряжением работают самые ответственные люди. Человек должен быть грамотный. Для этого к нам приходят специалисты, они проходят обучение. Во-вторых, человек должен быть выполнять, безусловно, все правила производственной безопасности, беспрекословно, и быть спокойным всегда во всех ситуациях. Самарские электрические сети начинали свою работу в 41-м году со 109 трансформаторных подстанций, 87 километрах воздушных линий и 137 километров кабельных. Все это обслуживали только 129 человек. Сейчас на балансе электросети уже почти 10 тысяч километров линии электропередач и более полутора тысяч трансформаторов. Но самым ценным считаются люди, которые ежедневно обслуживают Самару и 9 районов области. Численность состава производственного отделения более 800 человек. Самое основное, самое ценное – это кадры, это люди, те, которые работают на этот подприятии. Без них, конечно, ничего бы этого не было. И от них зависит все, как будет работать и жить наши города и районные центры. Сотрудники МРСК «Волги» дежурят круглосуточно, оберегая бесперебойную подачу электричества по всей Самарской области. К тому же ведутся работы по переустройству 110-киловольтных линий передач вдоль главной магистрали города. И строится главный питающий центр для нового стадиона «Самара-арена». Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Роскачество проверит шампанское. Что специалисты будут искать в бутылке игристого вина, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Нефть в начале недели дорожает. За один баррель черного золота дают 47 долларов 54 цента. На валютном рынке снижение. На 22 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 35 копеек. Евро 68 рублей 36 копеек. Золото стоит 2524 рубля. Серебро 35 рублей 67 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 66 рублей 26 копеек. Дороже всего продать за 63 рубля 11 копеек. В России появится понятие «международный дальнобойщик». С 20 ноября вступил в силу новый порядок допуска к международным рейсам. Теперь водителям придется сдавать специальный экзамен. Роскачество начинает закупку шампанского для проверки. Игристое исследует на содержание тяжелых металлов, искусственного газа и дрожжей. Марки некачественного шампанского россиянам обещают назвать до Нового года. А в Самаре 23 ноября впервые откроется Всероссийская продуктовая ярмарка. Мобильный павильон с продукцией 65 предприятий из 32 регионов развернется у торгового центра Колизей на Старозагоре. На этом все. Удачи в делах! Русская классика вне конкуренции. В Самарском театре камерная сцена. Вновь читали страницы прозы. Лучшие спектакли показывали театральные коллективы из разных городов России. В завершение второго Всероссийского фестиваля самарские артисты давали недоросли. В том, что вечные ценности всегда актуальны, убедились наши корреспонденты. Сколько бы раз госпожа Простакова со своим великовозрастным детятей не выходила на сцену и всегда в зале аншлаг. А знаменитые Митрофанушкины «Не хочу учиться» актуальны в любой общественной формации. Классическая постановка недоросля от Самарского театра «Камерная сцена» завершает второй Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика» страницы прозы. Сам недоросль вне конкурса. На закрытие хозяева сцены показали лучшее, что есть в репертуаре. «Язык фан-визина очень сложный. Мы учили. Это очень сложно понимать сегодня на слух. Как мы говорим, переведите на нынешний язык, что он сказал или что она сказала. Это тоже есть в этом сложность определенная. И мы старались этого тоже добиться. Работать в хорошей драматургии – это и сложно, но это очень интересно. И в то же время и зрителю, конечно же. Зритель получает от этого удовлетворение, приобщаясь к истинной драматургии». Фестивальное движение в театральной жизни сегодня вновь на подъеме. Артисты каждую возможность показать свое творчество в гостях воспринимают как праздник. Приветствие участникам направили глава города Олег Фурсов и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. За пять дней самарский зритель увидел спектакли «Морфий» по рассказу Булгакова, «Чудаки» по Чехову Шукшину, «Возвращение по Платонову». И безусловным фаворитом стала постановка станционного смотрителя от московского театра «Апорте». То, что фестиваль посвящен русской классике и страницам прозы, это очень о многом говорит. Я уже, по-моему, не один раз говорила, что русская классика – это школа актерского мастерства. И поэтому при постановке классических произведений по русской классике всегда открываются какие-то актеры, актерские работы. Зритель, конечно, воспитывается. И дай бог, чтобы этот театр, камерная сцена и дальше продолжал свою такую замечательную гуманитарную деятельность. Спектакль «Недросоль» Самарской труппы завоевал спецпресс-жюри. Но самое важное для артистов – это возможность творческого общения со своими коллегами. А камерную сцену знают и любят во многих городах России. Марьяна Мирна, Олег Зверев, Максим Гусев. События. Новости спорта. В эфире слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На пути к финалу первенства советского района по баскетболу сборная команда «Лицей Созвездия» выиграла два матча и прошла в следующий круг соревнований. Но в четверть финале начало первой игры не сложилось. Лицеисты проиграли баскетболистам 67-й школы. Там все шансы есть, чтобы, то есть, хоть встречу переломить. Слабую сторону нашли. Будем работать над этим. Игроки 67-й школы к городскому первенству по баскетболу готовились как профессионалы тренировки несколько раз в неделю. Физподготовка – игровая практика. Цель – победить в районных соревнованиях и сыграть в городском суперфинале. Есть в команде и свои лидеры. Центровой Егор Сафонов. С ним у нас хорошая связка, и мы стараемся приносить как можно больше пользы. За медали в баскетбольном первенстве «Самары» среди старшеклассников боролись все 12 школ советского района, и только 4 попали в финал. Сборной – неоднодневки. Ребята тренируются уже несколько лет. У нас работают тренера по месту жительства, которые одновременно являются преподавателем физкультуры в школах. На базе гимназии номер 4 Саяпина Алексея Александровича, который является сегодня сейчас судью главным соревнованием. У нас на базе 28-й школы тренер Рогачев Дмитрий Сергеевич тоже проводит соревнования, тренировочные занятия. Баскетбол не юношеский показывает. Баскетбол нестабильный. Но энтузиазм играть, бороться. Вот это мне всегда нравится. Честь советского района в суперфинале первенства «Самары» по баскетболу среди старшеклассников будет защищать 67-я школа. В матче за первое место они победили 4-ю гимназию. В турнире девушек – золотые медали у сборной команды 22-й школы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже больше 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на «Самары ГИС» и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok